Доброе утро! Сегодня второй день, точнее уже третий нашего пребывания в Турции, все включено. Мы поняли, что это отдых, все включено, особенно в таком малоприятном и респектабельном отеле, но такое себе. Поэтому мы решили взять машину несколько дней. В общем, будем вам показывать интересные городки. Надеюсь, погода нас не подведет. Ну что, ребят, полчаса от Кемера, и мы приехали в бухту Адрасон, или Адрасон. Точно ударение, не знаю, как ставить. Вот сама бухточка. Мы заехали. Парковаться здесь вообще с остановкой очень сложно. Есть одна парковка, стоит 10 лир. Мы там запарковали свою машину, и вот сама бухта. С погодой нам, конечно, не повезло, нет солнца, поэтому мы не можем увидеть ту воду, какая она на самом деле. Такая вот бухточка. Спокойная, спокойная. Пляжик, песочек, темный песочек. Туристическое место, но туриста ни одного нет, кроме нас. А вот водичка. Чистая такая. Чистейшая. Просто дымка, и не видно. Пляжик в этой бухте необычный. Песок, как он, сейчас, если камера передаст цвет, он коричневый, он как будто помешался с глиной или с землей. Ну, в общем, он какой-то красный. Красный, белый, серый. Все, как смешано. Котейка. Один. Котейка. Другой. Собачка. Собачка. Вот, и тоже беленький, как в кафе, да? Выпьем кофейку. Выпьем кафе. Ты хороший? Хороший пёсик? Посидели, мы выпили напитки. А теперь я вам покажу территорию здесь, за кафешкой. Тут, оказывается, номера сдаются. Вот я вам сейчас покажу, как это выглядит. Ну, это деревянный, да, это, наверное, здесь живут хозяева. А вот это номера под сдачу. 101, 102. 102, вот так здесь, 3 и там, 5, 8. 8 домиков. Вот они сдаются. Можно сюда приехать и здесь жить. С одной стороны горы, а с другой стороны море. Средиземное. Теплое, чистое. Красиво. Красиво, уютно. И тишина такая. Спокойствие. Так, выпили мы напитки. Садимся в машину и едем. Ехать нам 115 километров от этой бухты. Едем в городок Каш. Проезжаем какой-то городок, не запомнили название. Это просто класс. Здесь отдых, просто супер. А вот Марина. Такая бухточка. Тут, наверное, в каждой бухточке яхт в клубах. Такая прикольная бухта. И городок такой, симпатичный. Вся наша дорога состоит вот из таких бухт. Через каждой там, я не знаю, 2 километра вот такие бухты. Но это вообще цивилизованно. Это даже с пляжем. А в основном не пляжные такие бухточки. Водичка супер. Давайте спустимся к водичке, посмотрим. Вода очень суперная. Людей вообще нет. Ничего не работает. Вот пляжик показываю вам. Пляжик. Крупная галька. Супер. Беленькая. А водичка. Вот этот пляжик. Ну как? Нормальная? Может скупнемся? Нет. Уже в каше, да? Некрасивая. Ну бухта суперная. Какая красотища. Я же говорю, практически чуть ли не поворот, так вот такая красотища. Правда спуститься туда не надо, но так же красиво, да. Вода супер. Продолжение следует. 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 А вот и наш городок Каш. Вот такая вот красотища. Да, сниму маску. Вот мы наконец-то доехали до города Каш. Там мы на споттеровой площадочке остановили, посмотрели вид сверху. Это грандиозный. Сейчас ищем какую-то кафешку на берегу моря, для того, чтобы перекусить, если они работают. Очень много местных жителей. Почему-то здесь как будто и не локдаун. Им же запрещено выходить на улицу в эти дни. А их здесь очень много. Мы столько их не встречали вообще нигде. Жизнь просто бурлит здесь по сравнению с Кемером, да? Это балкончики. Симпатичный городок, да? Вообще. Мы решили сначала по центру походить, посмотреть городок, поснимать, а потом ехать заселяться. Потому что мы остановились не в самом центре Каш, а при въезде где-то, ну, в общем, на полуострове место покажем. Красивое должно быть место. Просто в этом городе непонятно. Можно без маски ходить? Нельзя. Поэтому нам пришлось одеть эти маски, снять. Ну, как-то, не знаю. Некоторые в масках, некоторые без масок. Но я думаю, лучше снять маску, потому что в маске дышать вообще нереально в тепложиром. На улице градусов 40. Но солнце не шкварит, а так, через дымку. Но все равно душно. Но сесть нельзя, не шкадер. Нет шкадер. На вынос? Жандарм. Мы без масок, ничего не сказала. Значит, туристам можно без масок. Смотри, улочка. Это дворик, Пусть. И здесь кафешка. Класс. Смотри, как тут, посмотри. Нет, это улочка. Смотри, как здесь классно. Греция. Как красиво. Посмотри, белая слоя. Это обалдеть. Ну, многие закрыты, да? Ну, многие закрыты, да? Смотри, лестница. Вот это виды, да? От Турции не ожидали такого. Но тут совсем не Турция. Вот такие вот улочки здесь. Прям хочется в каждую щель залезть. Посмотреть, как там. Балакончики эти деревянные. Просто супер. Запах ванили, корицы. Здесь что, сок? Боже, какое дерево красивое. Вот это да. А запах? Посмотрите, как с голубым сочетается. Посмотрите, не эти виды. Ребята, обязательно сюда надо приезжать. Просто походить. Посмотри на эти балкончики. Люди себе отдыхают. В Непалый локдаун. Супер. Ходим по этому городку и наслаждаемся. Смотрите, какие улочки. Это просто. Хочется все снимать, снимать, все вам показывать. А еще больше. Хотелось, чтобы вы сами приехали сюда и увидели это. Это просто супер. Настроение поднимается полностью на 100%. Даже если на солнце нашкварился, заходишь сюда, здесь тенек, прохлада. Единственное, жаль, что не работает это ничего. Кафешек очень много не работает. Это же просто супер. Ребята, рекомендуем всем сюда приезжать. Очень классное место. Мы сами высмотрели его у питерских влогеров. Они советовали сюда приехать. И мы сюда приехали по их совету. И вам всем рекомендуем сюда приезжать. Посмотрите на эти улочки. Дерево такое интересное вообще. Тут куда ни глянь вообще. Все деревянное, все красивое. Котики балдеют. Один загорает, а второй просто в теньке. Они не голодные, у них корм лежит. Они не едят водичкой. Все как положено. Все-таки мы ошибались. В кафе не посидеть вообще. Все работают. Если работают, то работают на вынос. То есть мы сейчас заказали себе два блюда. Потом сядем вот там на скамеечке в тенечек. И будем это кушать. Ну, не совсем комфортно. Зато с голоду не умереть. Конечно, хотелось посидеть. Покушать. Ну, будет как будет. Ребята, вид с этого кафе открывается. Оно, правда, не работает. В общем, вот так. Море, чайки. Кафешка. Очень жаль, что мы не застали то время, когда можно посидеть в кафе и насладиться той природой, этой красотой. Мы можем только походить и посмотреть, полюбоваться. Все улочки. Все улочки очень красивые. Свернули еще на какую-то улочку. Красотища. Котейка. Собачка. И виды из кафе. Посмотрите сами. Практически из всех кафе видно море. Это дом, да. Интересный домик такой. Балкон деревянный. Супер. Класс. И горы. Вот еще зеленые и лимонные, смотри, даже есть. Есть уже спелые, а есть еще зеленые. Как красиво, а есть еще зеленые и лимонные деревья. Лимонные деревья. Где? Вот, вот этот балкончик мы уже видели. Видели? Вот такой вот книжный магазинчик. Вот какие-то желтые обороты. Вот здесь тоже люди живут. Сейчас. Какая-то невероятная леска. Тут что не улочка, а то сюрприз. Просто на улице стоит шкаф. Деревянный. Правда, на замке. Такой переулочек. То улочка, это переулочек. По нему выходим на другую улицу. Боже, ну не красота. 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 Жаль, что все закрыто. Да, когда здесь открыто, здесь просто супер. Это улочка наверх, это не очень. Все, идем здесь. Нагулялись мы по кашу. Насмотрелись этой красоты. Идем в машину. Сейчас будем ехать на полуостров, заселяться в наш отель. Ребятушки, наконец-то мы доехали до того места, в которое долго ехали. Но это должно было бипломатическое место. И я вам сейчас покажу. Ну вообще, вот этот раз не будем делать обзоры. Ну а я туда буду сидеть на улице. Вот так. Длинный этаж. Близу перцепшин. И также ресторанчик. Я вам сейчас покажу. Мы забронировали наш номер плестили. Я, понятно, этого уже завидел, но не надеялся. Сейчас хочу показать его вам. Так, ванна как ванна. Да, все нарадовые шампуни есть, бальзамы. Вот это все. Полотенечки, шкафы. Какое есть? Два халата, тапочки. Сейф. Сейф, еще какие-то нарадовые штуки. Нарадовые штуки. Вот кроватка. Болдахина, романтичная. Что у нас здесь? В отрезку, столик. Ну и, естественно, там чай, кофе, водичка. Арбузик мы только прикупили внизу. Ну, это тут наш мини-бал уже. Если бы внизу в каше затарились. Самое главное, ребята, Наталья. Почему мы сняли этот отель? Мы даже не ожидаем, что будет. Покажем. Мы находимся на полуострове. Это наш вид. В Феднаме открывается вид на греческий остров. В отелях только мы одни. У нас свой бассейн. У нас свой пул-бар. У нас бар. У нас ресторан. И внизу еще на побережье у нас есть пляж. А вокруг острова. У нас есть пау-бар. Продолжение следует... 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 Спускаемся в морную стоечку, ну естественно мы в отеле одни, поэтому тишина. Спускаемся ниже, здесь тоже столики можно посидеть, вот здесь вообще очень чудесно. Закат встречать, вот с этих столиков видно, как солнце здесь садится. Вот те горы. Там внизу наш пляжик. Давайте спустимся к бассейну, покажем вам бассейн. А вот вид отеля с моря. Там кстати есть два номера, со своим бассейном гидромассажным. Где мы будем сидеть? Да где-нибудь, вон сам бассейн. Отличные такие штучки для фото, инстаграм. Для отдыха. Ну в общем здесь чудесно, ребята. Здесь просто супер. Вот смотрите. Вот это тоже наша территория. Лежачки там ставят. Ступени, лестницы. Лестницы, спускаемся к морю, спускаемся, спускаемся. Даже есть спасатель. И вот в самом низу лестница, спуск к морю. И видите какое море? Суперное, средиземное. Я вчера даже искупался. Оно не совсем теплое, не тайское, но искупаться можно. Ну и этот вид это просто все. Мы находимся на полуострове, но мы не ощущаем, что мы на полуострове. Мы ощущаем, как будто мы на острове. Потому что вокруг, вокруг нас все острова. Поэтому нам кажется, что мы тоже на острове. И это ощущение просто великолепнейшее. Все-таки решил показать вам спуск к морю. Давайте с вами будем спускаться по ступенечкам. Посмотрим, как там наш пляжик. Вот этот отель рядом, который вообще не функционирует. Он закрыт. В бассейне воды нет. Сейчас вам покажу. Наш отель на этом полуострове, я не знаю, может в нашем и только районе он один работает. Видите? Тоже великолепнейший отель. Но он пустой, там людей нет. В нашем, правда, только мы, но все равно он работает. Бассейн набран. Все четко. В баре есть пиво, вино. Все, что надо. Вот зона отдыха. И спускаемся ниже. В принципе, спуск такой не тяжелый. Можно спускаться и подниматься. Вот и само море. Вот и само море. Понятно, с детками здесь нельзя, потому что здесь опасно. Но в этом отеле с детьми и не принимают. Я так думаю. Вот море. Пожалуйста. Супер. Вот такое вот глубокое море. Чистое, прозрачное, красивое на цвет. Вверх. И вокруг острова. Ну вот, показал вам пляжи. Теперь идем наверх. У нас завтрак. Надо будет позавтракать и собираться. Едем в Алюденис. В Алюденис. В Алюденис будем сегодня ночевать. Посмотрим сам Алюденис. Поднялся я на завтрак. Ух ты, какой завтрак. Сейчас вам покажу завтрак. Вот это вот завтрак. Колбаска, сосисочки, помидорчики, огурчики, апельсинка, киви, клубничка. Еще тарелка. Это сулугуник. Еще брынзочка и сулугуни, и моцарелла, и яйцо, и картошка, хлебушек, маслинки, чаек, оливки, зелень. А вот это кофе. Да, это кофе? Да, это кофе. Вот это количество. Я попросил кофе с молоком и мне принесли просто пол литра кофе и молоко. Ребят, вот такой вот завтрак. С видом на миллион долларов. Вот такой завтрак, ребята. Ну приезжайте сюда. Здесь классно. Мы даже не думали, что такое может быть, действительно, что мы попадем в такое место. Невероятная атмосфера. Очень прикольно. Теперь остановиться. Здесь такое узкое место на этом полуострове. С той стороны пляж, и вот с этой стороны пляж. Пляж просто суперный. Мелкая галька. И водичка прозрачная. Это же я вам показал. Теперь переходим на другую часть. Перешейка этого. Залив полуострова с другой стороны. И вот мы что мы видим. Водичка. Вы посмотрите на эту величину. Просто супер. Попробую запустить дрон и полетать здесь на этом месте. Попробую запустить. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал!